Друзья мои, всем привет! Вы опять на моём канале Елена Ермакова. У меня есть такой плейлист, называется «Наше здоровье в наших руках». И я так поняла, что действительно, кроме нас самих, своему здоровью никто не поможет. Только мы должны слушать свой организм и помогать ему работать дальше. Я хочу вам показать то, ну я вам не один раз рассказывала, что у меня мигрени, как я с ними борюсь, и плюс ко всему уже мне за 50. Понятно, что организм начинает работать не так, некоторые говорят, что это он засыпает. Но так как мы его в молодости заставляли работать, точно так же мы ему помогаем и сейчас. У меня есть такой вот боди-тренажёр. Я мало того, что я вам рассказывала, что всё-таки стараюсь заниматься зарядкой, стараюсь вести активный образ жизни, но всё-таки организму надо помогать. То, что я заметила, вот когда мы пьём таблетки, не хватает, например, магния, пьём таблетки, но когда мы заставляем организм работать, либо ему помогаем, это прежде всего кровообращение. Кровообращение – это массаж, это наши физические нагрузки. В данном случае я, вот у меня есть такой ещё советских времён, и когда я делаю массаж им, я включаю на небольшую вибрацию, вот чуть-чуть включила, и дальше я начинаю массажировать с участка вот этого лба, либо, как говорят, третий глаз. Одно, что я заметила, вот эти вот вибрации и вот такая вот процедура, честно говоря, у меня улучшилось зрение. Несмотря на то, что я вам рассказывала, зарядки какие надо делать для глаз, для того, чтобы уйти от очков, у меня есть такое видео, называется «Очки пора снимать». Я действительно поверила тем людям, которые эту зарядку предложили для глаз, и она действительно работает. Одно-единственное, с собой надо заниматься каждый день и каждую минуту, и тогда всё это будет эффективно. В данном случае, вот когда я делаю вот эти упражнения, получается здесь вибрация, и вместе с тем идёт и нагрев чуть-чуть. Стимулируются все мышцы. И здесь я тоже заметила, вот здесь у нас есть мышцы, здесь есть мышцы глаз, и я заметила, что зрение у меня тоже улучшается. Это первое. Второе. Я не так страдаю сейчас от вот этих перепад температуры. Свою таблетку я ношу с собой на всякий случай, вдруг мигрень начнётся. Но, слава Богу, я её только ношу. Только ношу на всякий случай. Ну и стараюсь помогать организму всеми способами, чтобы всё-таки уйти. Как я вам и говорила, что массаж один из эффективных методов заставить организм работать. В данном случае я массажирую вот эти участки. Ну и плюс ко всему, конечно, что немало важно то, что я увидела уменьшение морщин. Тоже увидела. Затем я опускаю вот эти вот и массажирую вот эту область. Вот таким образом я вам покажу. Я, конечно, конечно, я его использую и для плечевого сустава потом, и для рук, и ноги, само собой. Мы с детства всё время, с детства, мы, сказать так по-украински, порымаемся целлюлитом и лишним весом. А это плюс ко всему ещё и стимулирует организм, улучшает кровообращение. И вижу, вижу эффект, друзья мои. Поэтому здоровья всем вам. Пишите мне, кто какие методы себе изобрёл и насколько они эффективны. Я рассказываю о себе. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписался. До новых встреч в эфире. До новых встреч в эфире.